В большинстве организаций сегодня насчитывается более десятка решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает недавний отчет компании ЦИСКО. Но может ли быть такой оркестр весьма эффективен? А если результат не удовлетворителен, то в какую сторону брать курс на борьбу с киберугрозами? Сегодня 4 апреля, на улицах Москвы пародия на весну, ну а мы на ЦИСКО-Коннект 2017. Организаторы ожидают более трех тысяч человек на площадке мероприятия. А главная тема – вопрос тотальной цифровизации. Ну а там, где речь заходит об информационных технологиях, от угроз и рисков информационной безопасности никуда не денешься. Именно поэтому БИС-ТВ сегодня здесь на ЦИСКО-Коннект в охоте за мнением мирового гиганта по вопросам информационной безопасности в эпоху цифровизации. Ну что ж, поехали! БИС-ТВ ЦИСКО-Компания очень инновационная, и мы даже в мелочах любим инновации разные. Вот решили с осени переехать в весну и посмотреть, как это отразится на энергетике зала, например, на энергетике посетителей. И вот если сравнить, например, сколько людей было на Киноуте в прошлом Коннекте и сейчас, то сейчас гораздо больше. С точки зрения принципиального отличия, поскольку мы сейчас очень много уделяем внимания разработке продуктов, которые имеют открытый API и которыми могут пользоваться внешние разработчики. Вот у нас есть отдельный поток. Там мы как раз учим, как можно программировать наше устройство, чтобы заказчики могли у себя построить настоящую программно-определяемую сеть или настоящий программно-определяемый дейта-центр. А все вместе мы это назовем программно-определяемой IT-инфраструктурой, которая как раз необходима для цифровой экономики. Для того, чтобы сохранять свой уровень конкурентоспособности, компании в любом случае переходят на какие-то новые способы коммуникаций, на какие-то способы построения внутренних своей инфраструктуры, для того, чтобы оптимизировать операции. И вот это все вместе мы можем называть как в настоящий момент цифровизация. Столпы, IT-инфраструктура для цифровой экономики – это автоматизация, безопасность и аналитика. Это основные темы, которые мы на этой конференции представляем, как в виде докладов, так и в виде того, что у нас есть в демо-зоне, которая называется World of Solutions. Кибербезопасность – это, наверное, один из основных блокирующих факторов, но которые могут быть достаточно эффективно адресованы, если вы правильно строите свою IT-инфраструктуру и правильно развертываете различные решения по кибербезопасности. Мы представляем весь портфель того, что у нас есть с точки зрения информационной безопасности. Мы представляем и межсистемы экрана следующего поколения, и устройства обнаружения вторжения следующего поколения. Мы также представляем всякие аналитические средства, которые представлены в безопасности. Здесь как раз мы можем обсудить, почему много времени уделяется как-то предиктивной аналитике. Но предиктивная сейчас еще, к сожалению, не очень сильно работает. Но в предиктивную аналитику как раз именно все сейчас мигрирует именно потому, что очень сложно защититься от целенаправленных атак. И поэтому, собственно, вся наука защиты, она ориентируется на то, чтобы научиться как-то предсказывать, что может произойти плохого, если еще не произошло, и как-то попытаться с этим справиться. Или хотя бы каким образом можно минимизировать потенциальные ущербы. Одна из инноваций этого коннекта. Мы пригласили наших специалистов-практиков, которые, собственно, работают в Центре по предоставлению услуг по мониторингу информационной безопасности для заказчиков. В данном случае это два специалиста из австралийского нашего офиса. Они проводят лабораторные работы по обнаружению, анализу атак. Поэтому мы в наших приглашениях специально указывали, что это для специалистов достаточно продвинутых в области информационной безопасности, потому что будут рассматриваться реальные кейсы. И будет предложено аудитории с помощью инструментария, который ЦИСКО предлагает, поймать, проанализировать. И такое небольшое соревнование, кто сделает это первым. То есть мы первый раз такое делаем. Это реально как бы не обучение с примитивными достаточно вещами, а достаточно настоящие, уже случившиеся атаки, которые нужно расследовать. Сегодня перспективным направлением специалисты ЦИСКО считают Threat Intelligence. Разведка киберугроз и отражение кибератак, по их мнению, находятся еще пока в зачаточном состоянии. Но тем больше возможностей для дальнейшего развития. Ну а следующим шагом, наверное, будет вычисление адресов злоумышленников еще до того, как преступление совершено. Ну и, конечно, выезд на дом для воспитательной работы. А конференция продолжается. Впереди еще второй день, насыщенный событиями. А мы прерываем наш репортаж. До новой, новой встречи. Репортаж для вас свела команда Без ТВ. Я Тамара Нечечеткина и мой новый друг, найденный на этой конференции. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.